Сертификат омаль на 6 тысяч рублей отрымала школа-интернат для детей с порушением зрока у школы. Доброчинную акцию организовала Министерство информации Республики Беларусь. Сродки собрали от продажи беларуских выданий на аукционе, який отбылся под шаскалядного балю книги у Минску. Гэтых грошей хопить на электронные виды повеличальник. При ягодопомозе дети смогут самостоянно читать звычайные книги. Замест зрок у пальцы, замест литр – кропки. Микита не ведает, что такое бачить, однак, дякуючу монитору со шрифтом Брайля, хлопчик читает самостоянно. Зараз, наприклад, про Ивана Здановича, який 120 год тому организовал перше в училище для тех, хто не бачить. Я прочитал про доктора Доброта. Гэта обсталяване, як и видая повеличальник, што у худким часе з'явится у школе, добрый додаток до классичных книг, зробленных шрифтом Брайля. Гэта допоможе выхованцам спецшколы познавать новокольдя и учиться. Сегодня требуется усилие всех для того, чтобы как можно больше вот такой вспомогательной литературы, чтобы было в таких школах. Государство свою миссию выполняет. Ежегодно издаются серии книг рельефно-точечным шрифтом Брайля. Только в прошлом году порядка 20 наименований, свыше 100 книг. Наши выпускники юристы, врачи. К сожалению, в силу своих возможностей не все могут стать, допустим, водителем или космонавтом, как они мечтают. Но у нас очень много массажистов. Также дети работают в сфере обслуживания. Но главное, чтобы они работали. Уразила детей творчая сустрэша с белорусскими поэтами и письменниками. И не диво, сирот-выхованцы у спецшколы шмат талиновитых особ, які спевают, танцуют, пишут верши. Хоть в Исмин я буду, но тебя не позабуду. Тебе цветы все в мире подарю. И вместе будем встречать зарю. Кому посвятил? Девушке. Спортом увлекаюсь, музыкой. Ну, в основном пою. По водле слову министра информации Лилии Ананич Могилевская в область для проведения доброчинной акции Абрана Невыпадкова. Летость тут убачила свет уникальной фоксимильной выдании про другара и освятника Спиридона Соболя. Подчас визиту у школу Лилия Ананич так сама наведала редакции районной газеты и телебачення и отзначила профессионализм працонного коллективу. Алина Соловьева, Миколай Соболев, Новины Регион.